Не удивил? Я тебе расскажу другую новость про находки неожиданные. Ты даже не предполагаешь, потому что настоящий серпентарий развели жители по адресу Падрику 1, жители дома. Но правда, это случилось против воли самих жильцов. Дело в том, что однажды семья пришла домой и увидела у себя на картине змею, которая вот так извивалась там. Они, естественно, вызвали службу спасения. Служба спасения их спасла, сложила змею в коробку и отвезла, естественно, в зоопарк. В зоопарк явился хозяин этой змеи. Я уж не знаю, как. Может, в доме повесили объявление, у кого сбежала из аквариума змея. В зоопарке личность владельца не установили. На самом деле, когда я была в зоопарке, они сказали, что они не очень-то рады животным, которых приносят из дома, и с радостью от них всегда избавятся. Потому что не понятно, что за животные, кто владелец, что с этими животными делали и так далее. Для зоопарка это большая нагрузка. Так, так, ну ты расскажи, что дальше. Моя история закончена. Все повозмущались, поохали. У меня дети, у меня животные дома у кого-то, представляешь, это же змея. И будто бы все закончилось. Но нет, в том же самом доме, просто в другой квартире, девушка в ванной обнаружила змею и сообщила. Все это происходит в закрытой группе на Фейсбуке, где жильцы делятся объявлениями, новостями своего подъезда. И эта девушка сказала, что это другая уже змея. Фотографию ту она видела, она сказала, что это была другая змея. Эту змею спасатели не успели поймать, она была довольно юркая, она уползла. И тут жильцы, значит, они схватились уже за головы, написали жалобу в управу ВИМСе, вызвали полицию, уже стали действовать всеми возможными методами. И даже установили, в какой квартире, из какой квартиры, значит, эти змеи расходятся по дому. Поэтому владельцам квартиры выставили штраф, однако там живут арендаторы, которые, причем, очень быстро начали собирать чемоданы. И до сих пор жильцы не знают, сколько еще змеи осталось в вентиляционных шахтах. А самое главное, никто не знает, как их оттуда доставать, потому что наши спасатели, все-таки это эстонские спасатели, не африканские. Африканские, да, они не готовы по трубам выискивать змеи. Слушай, ну, конечно, я бы не хотел оказаться, я даже знаю, что это за дом, это на улице Падрику-1. Да, Падрику-1. Это просто не дай бог, друзья. Просто не завидую, но надеюсь, что все-таки найдут специалисты, которые спасут Падрику-1. Слушай, открываешь крышку туалета, и там змея у тебя. Ужас. Ну, это тогда они уже ползают, так сказать, по канализации. Ну, в общем, да, друзья, страшно, просто не то слово. Продолжение следует...